Всем привет, меня зовут Юлия Лето, и сегодня мы поговорим об обмане косметических брендов. Именно о том, какие надписи на этикетках, собственно, бренды помещают, таким образом, вводя потребителей в заблуждение. Первое, на самом деле, одно из самых популярных, это без сульфатов. Да, действительно, бывают продукты, которые не содержат сульфатов, как правило. Это какие-то продукты, в основе которых, собственно, поверят нас на активные вещества, так как мы знаем, сульфаты у нас отвечают за очищение. Но, опять же, сульфаты бывают разные. Бывают сульфаты, скажем так, хорошие, бывают сульфаты плохие, выражаясь простым человеческим языком. Так вот, например, в качественной, хорошей органической косметике, например, содержат такие компоненты, как кокаилсульфат натрия. То есть, да, это тоже сульфат, но он более мягкий. То есть, почему часто потребители выбирают продукцию без сульфатов? Потому что, думаю, то, что все сульфаты являются агрессивными, поверят нас на активными веществами. Что в корне, конечно же, не так. И часто такие надписи действительно сбивают немножко потребителя с толку. Потому что, например, могут, например, добавлять не сульфаты, а другие компоненты. Такие, как, например, натуральное мыло, которое в разы сильнее сушит кожу, которое быстрее нарушает ее липидный барьер. И понимаем то, что в таком случае является это маркетинговым ходом. То есть, например, если мы смотрим на умывалку, есть действительно такие умывалки некоторых брендов, на которых написано «без сульфатов». Потребитель обращает внимание на эту умывалку, думая, что в составе мягкие поверхностно-активные вещества. То, что кожу будет эти умывалки очищать довольно-таки деликатно. Но в итоге они получают продукт, в составе которого, например, содержится мыло. Например, это потасомолиатка, потасомкука, талаат. То есть, я про это подробно уже рассказывала в уроке про очищение. На всех компонентах останавливаться не буду. Но в этом случае, действительно, когда в составе содержится натуральное мыло, когда это агрессивная, опять же, умывалка, агрессивный косметический продукт, который будет сильно слишком очищать вашу кожу, в этом случае надпись «без сульфатом» является в чистом виде маркетинговой уловкой. Ну, не то чтобы, да, обманом, да. Но это, опять же, просто способ привлечь внимание к своему продукту. Но это никак не дает потребителю то, что ему на самом деле необходимо при выборе продукта в данной ситуации. Второе. Опять же, не отходя от темы сульфатов без СЛС. Мы знаем то, что сульфаты бывают разные, да. И СЛС – это, по сути, аббревиатура от лурилсульфат натрия, содиума лурилсульфат. Соответственно, когда производитель пишет «без СЛС», он потребителю говорит о том, что в составе этого продукта не содержится лурилсульфат натрия, да. Но в чем здесь подвох? То, что часто, я сама лично это встречала, производители пишут «без СЛС». Причем здесь просто микрофон. При этом мы переворачиваем продукт, читаем этикетку. И там видим прерыва, да. Дальше содиум лурилсульфат. То есть, здесь вместо лурилсульфат натрия содержится лурилсульфат натрия. Это практически идентичные поверхностно-активные вещества. Просто лурилсульфат натрия капелюшечку совсем помягче. Опять же, это вводит потребителя в заблуждение. Потому что, когда он видит надпись «без СЛС», он предполагает то, что в основе этого продукта содержатся мягкие поверхностно-активные вещества. Или, как минимум, там нет чего-то такого плохого. Потому что обычно, когда пишут «без чего-то», потребитель сразу думает, что это что-то такое будет ужасное. Следующее, не отходя далеко от очищения, про мицеллярную воду. На самом деле, уже очень много было сказано про мицеллярку. И до сих пор мне в директ Инстаграма приходят вопросы, нужно ли смывать мицеллярку. Уже многие сказали про то, что часто потребители в заблуждении вводят надпись «Не надо смывать мицеллярную воду». Мицеллярную воду, опять же, нужно смывать или нет, зависит от ситуации. В большинстве случаев мицеллярную воду следует удалять с лица, потому что, как правило, в основе состава мицеллярной воды содержится, опять же, поверхностно-активные вещества, которые отвечают за растворение косметического продукта на лице. То есть, основная задача мицеллярной воды, опять же, я это говорила в уроке про очищение, удалить макияж с кожи, очистить кожу от косметики. Но бывают ситуации, например, когда визажист работает на съемках, и у него очень ограниченное количество времени, например, там чуть меньше 10 минут на то, чтобы сделать макияж, еще при этом волосы поправить. То есть, и в этом случае должен визажист сделать полностью макияж. И когда вот такие ситуации возникают, у меня они возникали очень часто, начинаешь искать мицеллярную воду, которую можно оставлять на лице на какое-то время, на которую потом ляжет тон, и с которой проблем потом не будет. То, что в некоторых случаях мицеллярку оставлять на лице можно, ничего гипер-такого страшного из-за этого не будет. Но если мы говорим о ежедневной рутине, о том, что когда мы удаляем ежедневно наш макияж с кожи, то нет ничего страшного в том, что мы сделаем лишнее движение и смоем эту мицеллярку с лица. Поехали дальше. Пресловутая надпись «без спирта». Очень часто любят производители писать на упаковке «без спирта». Подвоза заключается в том, что спирты бывают разные, бывают простые, бывают сложные. Соответственно, как правило, когда мы приобретаем продукт без спирта, мы хотим приобрести то или иное средство без простого спирта в составе, тот, который сушит кожу, тот, который сейчас мы просто... Я сама тоже себя убила кожу санитайзерами из-за, соответственно, адской вообще ситуации сейчас в мире и постоянной дезинфекции рук. Ну, соответственно, в чем здесь загвоздка? В том, что да, когда мы приобретаем косметический продукт, например, тоник, мы не хотим, чтобы в его составе содержались простые спирты. Вот, опять же, я про них говорила в уроке про тонизирование, про этапы очищения и про этапы уходовой рутины и так далее. Поэтому говорят, когда без спирта, это не совсем, конечно, корректно, потому что может содержаться при этом, например, спирты сложные, опять же, и сложные спирты не сушат кожу, наоборот, на них возложена несколько другая функция. Так, и дальше, без парабенов. Без парабенов это вообще одна из моих наилюбимейших в кавычках надписей, потому что зачастую, скажу сразу, парабены это консерванты, которые помогают нашим косметикам храниться дольше, не размножаться в них бактерии. Вот, конечно, вокруг парабенов сейчас до сих пор ходят всякие разные там слухи и прочее. Конечно же, политика без парабенов позволяет лучше продать продукт, потому что на страхах все продается значительно легче. Когда производитель пишет, что это продукт без чего-то, сразу потребитель думает, что он какой-то хороший, в нем нет чего-то плохого, да. И, соответственно, надпись без парабенов иногда бывает явно неуместна. Например, когда на геле для душа пишут без парабенов. Это вообще весьма странно. Это первое часто. Вот, второе, надпись без парабенов зачастую бывает некорректна, потому что производитель для того, чтобы не размножались, соответственно, вредные всякие вещества, какие-то бактерии в косметическом продукте, добавляет туда другие консерванты. Как правило, если это не какая-то там органическая косметика, в качестве консерванта выступает такой компонент, как феноксейтанол, да. Опять же, если мы будем копаться в исследованиях, что, собственно, я делала, и сравнивать феноксейтанол, парабены и так далее, то вообще это примерно такая схожая история. Вот, феноксейтанол довольно-таки мощный консервант. Ну, вообще, в продукт его вводится, как правило, не более 1%. Вот, ну, опять же, да, там все зависит от формул. В некоторых странах этот компонент там запрещен. И это уже совсем другая история. Но я спокойно отношусь к подобного рода консервантам, так как они вводятся в допустимых значениях. Никто нас не отравит, опять же. И я уже просто не раз узнавала эту тему, тоже мониторила, пока работала в медицинском центре с врачами высшей категории. Узнавала все это у них. Потом еще копалась в исследованиях, изучала информацию, училась у химиков, кандидатов химических наук. И все, как один, говорят то, что в парабенах гиперстрашного ничего нет. Уже многочисленные исследования проведены, доказывающие то, что нет связи между раком и парабенами. Вот, потому что тогда этот скандал возник просто из-за того, что у женщины нашли рак, она пользовалась дезорантом, в которых есть парабен, и долго рассказывать. Факт сам того, то, что парабены на самом деле рак не вызывают, но действительно некоторые производители сознательно отказываются от использования этого компонента, так сказать, перестраховаться. Кому-то это легче позволяет просто продать косметические продукты, опять же, да, как там пишут и без СЛС. И часто самое в чем вот здесь конкретно обман? В том, что пишут без парабенов, но при этом, например, добавляют феноксиэтанол. Например, когда потребитель ищет конкретно что-то прям очень сильно натуральное, и просто обычный там крем, в котором феноксиэтанол выступает в качестве консерванта, написано на нем без парабенов, это, конечно же, ну не то, что некорректно. Ну да, это, ребят, это некорректно, потому что это, опять же, вводит потребителя в заблуждение, потому что маркетологи таким образом играют на наших ожиданиях. На самом деле, и еще, опять же, надпись гипоаллергена. Уже кандидаты химических наук, они раз писали в своих статьях то, что эта надпись не то, чтобы она некорректна, понимаете, но она не говорит о том, что у вас прям 100% не будет аллергических реакций на этот косметический продукт. Она говорит о том, что в составе отсутствуют, как правило, агрессивные отдушки, а в составе большее количество синтетических компонентов, нежели чем каких-то натуральных. То есть, если, например, вы ищете гипоаллергены, но что-то при этом прям, чтобы супернатуральное было, то, вероятнее всего, вас постигнет разочарование, потому что, во-первых, натуральные проходят такую обработку, что, мама, не горюй. А во-вторых, на натуральные компоненты, по статистике, как правило, аллергия возникает у потребителей чуть чаще. Хотя я сама люблю на косметику натуральную, косметику направления и клингьюти. Надпись гипоаллергена не будет говорить о том, что, например, в составе там мягкие поверхностно-активные вещества, то, что там нет консервантов каких-то мощных. Она будет говорить только вот о тех историях, которые я уже перечислила. Поэтому, например, если для вас важно купить что-то действительно качественное, натуральное, без агрессивно-поверхностно-активных веществ, если вы не хотите, естественно, чтобы в составе были парабены, можно каждого понять, психологический аспект в уходе также очень-очень важен, то здесь имеет смысл просто просмотреться к направлениям клингьюти. Если же увидели на упаковке эту надпись, надпись, про которую я говорила ранее, то посмотрите обязательно на состав, потому что бывают подвохи вот такие. И вот производитель пишет на упаковке одно, а в составе получается, вроде бы, по сути, он прав, но эта надпись ввела потребителя в заблуждение. Потребитель ожидает чуть другого от этого продукта и в конечном итоге от этого продукта не получит. Ребят, всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезно, что, может быть, что-то узнали для себя новенькое, может, оно вам понравилось. И всегда поставьте, пожалуйста, пальчики вверх, подпишитесь на канал, мне это будет очень приятно, это будет мотивация снимать для вас новые видео. И до новых встреч в новых видосиках. Всем пока!